Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал Настоящее Время. В эфире программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость – политолог Владимир Пастухов, приглашенный исследователь University College London, университетского колледжа Лондона. Владимир, добрый день. Добрый день. Я снова и снова свои эфиры начинаю с цоевского такого эпического зачина и 2000 лет война. Я хотел бы с вами поговорить сегодня о перманентной войне. Если Троцкий говорил о перманентной революции, то мне кажется, что сейчас, по истечении уже практически года войны, можно говорить о переходе ее в некое новое качество, в качество перманентности. Я хочу вспомнить то прошлое интервью, которое мы с вами делали прошлым летом еще, в первой фазе войны. И мне запомнилась та метафора, что война, вы говорили, это некий медленный огонь, на который ставят Кремль страну, чтобы перекипятились общества, государства, элиты, и получилось отличное разворное мясо. Вот вы сейчас соглашаетесь с этой своей прошлой оценкой? Да, я соглашаюсь с этой прошлой оценкой, но я вспоминаю такую смешную историю из моей юности. Меня родители первый раз оставили одного дома, и мама, как нормальному интеллигентному городскому мальчику, не видевшему жизни, оставила инструкцию мелким почвенком в общую тетрадь, как надо готовить это самое отварное мясо, конкретно бульон. Там было написано варить до момента мягкости, мягкость проверять вилочкой. Но я проверял, мне все время казалось, что еще недостаточно мягко. Когда все мясо отпало с костей и упало вниз, я понял, что, видимо, бульон все-таки готов. Я боюсь, что год назад, когда мы с вами разговаривали, это, казалось, был совершенно классный план. Сегодня, когда прошел год, то есть угроза, что переварят, и мясо начнет падать с костей. А в чем это может заключаться? Что может такое трагическое произойти вот с тем мясом, которое варится в этом бульоне? Или просто крышку сорвет? Вы понимаете, я перед нашим эфиром думал, ну вот какой образ год спустя у меня перед глазами относительно этой войны. И мне кажется, что сегодня Украина и Россия похожи на двух канатоходцев, которые идут по канату, натянутому только не над ареной, а над партером. А в партере сидят европейские и прочие разные гости. Вот они идут навстречу друг с другом, балансируют, и при этом еще и подпрыгивают на этом канате в надежде, что, раскачиваясь, кто-то слетит первым. И вот здесь... То есть мы понимаем... Ситуация поэтому абсолютно непредсказуемая, потому что понимают, что рано или поздно либо кто-то упадет, либо в худшем случае оба столкнутся и упадут, и еще передавят тех, которые внизу открыт, и смотрят на это. Но предсказать ее невозможно. Вот что может случиться? Только одно, что в этом столкновении воль у кого-то не выдержат нервы, и он сорвется с каната. Это, в принципе, такая война, повернутая внутрь. Здесь наиболее вероятна победа не в прямом бою столкновения, а в том, что не выдержит... Треслопнет от внутреннего напряжения либо в одной, либо в второй стороне. Ну, то есть пока что это какая лобовая атака фактически, каждый из соперников идет в лобовую, не сворачивая. А вы говорите, что ситуация непредсказуема. Управляема ли она? Нет, ситуация совершенно, с моей точки зрения, неуправляема. И я бы сказал, что вот этот рот, он на самом деле такой интересный, который прошел тот, который предстоит. Потому что как раз по итогам 2023 года я ожидаю, что наконец-то в этой полной непредсказуемости и в этих танцах на канатах появится фаворит и аутсайдер. И может будет уже ставить ставки тоже. Сегодня ставки ставить нечего. Вот год ушел, с моей точки зрения, на то, что в обоих воюющих государствах произошла победа пиар-машин. И эта победа пиар-машин привела к тому, что возникли у обеих сторон стойкие иллюзии о неотвратимости победы. Да, нарастает... Бескомпромиссность с обеих сторон. Бескомпромиссность и убежденность в неотвратимости, в исторической детерминированности своей победы. Но если у России она была изначально, наверное, то у Украины она сформировалась по итогам 2022 года. Ну, можно было бы так сказать, но мне кажется, что у России, как бы у значительной части населения не было никакого определенного отношения к этому вопросу. Оно, в общем, как бы узнало о том, что оно уже воюет из телевизора. И поначалу всерьез это вообще все не воспринимало. И только после падения Херсона и поражения под Харьковом у него стало формироваться такое отношение к этой войне почему-то серьезно. Ну, соответственно, пошла мобилизация и так далее. Поэтому нет, здесь тоже это был такой процесс. То есть вот для меня важно то, что следующий год, с моей точки зрения, будет годом сжигания иллюзий. Цели, если взять каждую из сторон, то цели каждой из сторон невыполнимы. Для Украины это же не просто деоккупация территории, да? Это, видимо, так сказать, окончательный разгром не только России, а самой возможности российской угрозы. То есть это некая такая большая очень программа максимум. Да, а для России это, безусловно, не оккупация Украины, а поставить Запад на колени и признать право России в пределах того, что она обозначает своими жизненными интересами, делать все, что угодно, и жить так, как считает нужным, и еще так, чтобы Запад был, как золотая рыбка, у нее на посылках. Что тоже не достижимо. То есть переговорная позиция пока нету никакой общей, даже чисто гипотетически, той точки, на которой две стороны могли бы договориться. Это интересный вопрос. Понимаете, мы не можем сегодня, но так получилось, что мы выйдем в эфир, конечно, позже, чем сегодняшний день, но сейчас, как бы, один или два дня с момента публикации статьи Явлинского и обсуждать этот вопрос в неконтексте этой статьи довольно трудно. Я должен сказать, что, несмотря на то, что я, безусловно, не являюсь членом фан-клуба Григорий Алексеевич, я должен сказать, что вот этот вот хайп хейтерства по отношению к нему, он неоправданный, потому что можно не соглашаться в разных аспектах с тем, что написал Явлинский. Ну, например, у меня больше всего вопроса возникает реализуемость предлагаемого им плана. Но нельзя не заметить двух вещей. Во-первых, что это очень смелая статья, потому что она идет поперек такого эмоционального тренда. А во-вторых, что она ставит, как бы, обозначает совершенно реальную существующую проблему, как бы нам не хотелось ее не замечать. Эта проблема состоит в том, что есть войны, которые очень долго, а, в общем, чаще всего даже и никогда не заканчиваются победой. Конечно, может пройти все, что угодно. Понимаете, вот этот вот канатаходец, он может просто в какой-то момент нагадить, и что-то он сосказнет совершенно непредсказуемо. Но, в общем, это может привести к тому, что мы падаем в колею такой ирано-ирабской, допустим, войны, в которой намедленно в костре будут поджариваться сотни тысяч людей в неограниченное время. Дальше вопрос о том, как бы, ну, нехорошо. Сейчас все игнорируют этот фактор, потому что действует то, что я сказал. Вот это вот формирование очень мощного тренда общественного мнения, такой подушки безопасности для политических элит обеих сторон, в рамках которых люди убеждены, что победа неизбежна, она будет очень дорого стоить, но она за поворотом, и просто надо на зубах потерпеть, и вот за этот угол и дальше все. Но вот дальше возникает вопрос, что вдруг выяснится, что это круглое здание, что все время поворачиваясь за угол, ты возвращаешься все время в одну и ту же точку, такой вот день сурка. и на пятом или шестом витке вопрос о смысле и цене для каждой из сторон, он встанет. Я думаю, что мы вот эту вторую часть начнем ощущать как раз в течение этого года. В течение 23-го года. Я думаю, что он очень странный такой год, который, с моей точки зрения, с одной стороны, ничего не решит, вроде как бы я не ожидаю разрешения этого конфликта в этом году, ну опять за исключением, если нога сорвется у кого-то, а с другой стороны, он решит очень многое, потому что он будет таким анти-22-м годом, он будет возвращением к реальности. Ну да, 22-й в каком-то смысле был годом чудес, в том числе чудо вот этого, то, что выстояла Украина в первые недели. Чудом то, что она смогла вернуть да, деоккупировать часть территорий. Слушайте, а вот да, вот то, что я хотел уточнения, а скажем, возможность, все-таки теоретически возможно, полной деоккупации Украины, возврата к границам 2013 года. Это ведь тоже не будет означать поражение России? Это будет означать некую вглубь загнанную проблему, рессентиментная Россия и еще большее озлобление и консолидация. Понимаете, я об этом как раз, собственно, недавно писал, что не удается ускорить толщу этого мутного тумана разлететь окончание даже в этом случае. Хорошо, представляем себе, в принципе, трудно, но теоретически не исключено, в силу каких-то серьезных допущенных военно-политических ошибок России, русская армия начинает все-таки свое победоносное наступление, будь то с юга или будь то с Белоруссии, пытается взять в клещи основные силы вооруженных сил Украины. И там дальше, ну, два варианта, конечно, возможны. То есть, первый вариант, ей это удается, тогда один сценарий, а второй вариант, ей это не удается, и вооруженные силы Украины на противоходе сами берут в котел, в окружение эти наступающие части, что производит огромную дыру. Тогда в оборонительных единиц Российской Федерации и на хвосте отступающих российских частей Украина, ну, действительно, доходит до Крыма или даже врывается в Крым. Вот откуда стопроцентная уверенность людей, что в этот момент в Москве произойдет массовое выступление москвичей, которые, как Александр Матросов бросится на отряды национальной гвардии Золотова, своими телами закроют мавзолей, возьмут штурман Кремля и скажут войне нет. Вот, я не вижу ни одного внятно выраженного показателя, который бы подтверждал эту гипотезу. То есть это означает, что будет озлобленная страна и дальше в ней будет очень силен вот этот вот национал-патриотический сегмент, который с еще большей критикой обрушится на Кремль. И угроза это будет, конечно, не со стороны пацифистов, а со стороны как раз одерживых продолжателей войны. Ну, собственно говоря, сто лет назад временное правительство любые его попытки прекратить войну приводили к тому, что оно было бы смятено. Оно вынуждено было, не имея вообще никаких ресурсов, безумно продолжать какие-то наступления, еще больше дезорганизуя армию и фронт. поэтому, скорее всего, Кремль вынужден будет считаться с этой силой и вынужден будет отвечать на ее запросы и тогда действительно объявлять очередную мобилизацию. И, с моей точки зрения, в принципе, для России отмобилизовать 3-4 миллиона человек это посильная задача. То есть вот в этой атмосфере потери Крыма и истерии и правого давления это посильная задача. Да, это военное общество, военное, абсолютно полное военное государство и уже показала первая мобилизация, что это в принципе возможно. Да, к сожалению, огромного, на мой взгляд, чисто военного решения этого конфликта видимо не существует. Военно-политическое может быть, но военного чисто военного не существует. чисто военное, Владимир, но все-таки Берлин 45-го года или это из серии уже, так сказать, голливудских сценариев? Я здесь с Берлинским. У нас не было опыта участия в войне государства с шеститысячным запасом ядерных боеголовок, теоретически способным уничтожить весь мир и ставящего оппонентов в необходимость гадать, применит оно в крайнем случае это оружие и убьется вместе со всеми или все-таки захочет выжить. Это слишком шаткая позиция. Сидеть и думать, достаточно ли степени Владимир Владимирович Путин является мизантропом и ему надоели его собственные дети и внуки, может он их видеть не хочет. Кто знает, понимаете? Поэтому в принципе мы же не знаем, что в душе человека. Поэтому лидерам всего остального мира сидеть и гадать, чтобы понять, насколько этому человеку надоела эта бренная жизнь вообще. А второе, хватит ли у его окружения той части, которой все-таки очень хочется пожить, сил добросить кандырябру в последние 30 минут отделяющих его приказ от реализации. Понимаете, это такая позиция, в которой мир еще не был. Поэтому применять лекала Второй мировой войны и рисовать картины знамя победы на Спасской башне, с моей точки зрения здорово только в голливудских сериалах, которые, безусловно, будут сняты об этой войне. На этом тяжелом вопросе сделаем небольшой перерыв. Программа «Археология», специальное интервью. Сегодня специальный гость Владимир Пастухов, политолог, приглашенный исследователь University College London. Владимир, ну вот говорим о сценариях войны, о сценариях изменения того, что сейчас происходит. Вернее, не изменения, а заморозки. Потому что я думаю, что мы оба согласны с тем, что произойдет более или менее заморозка на 2023 год и подготовка условий для решения в течение 2024. Вот заглядывая, может быть, за горизонты, какие, по-вашему, могут быть триггеры изменения ситуации? Потому что Россия, вот о них очень много говорили, вспоминая то, что говорила в течение 2022 года. Вот закончатся нефтяные газовые деньги, не заканчиваются. Вот люди не выдержат мобилизации конца их нормальности, выдержало. Вот треснут элиты, не треснули, сконсолидировались. То есть все те триггеры, о которых говорилось в прошлом году, они не сработали. И какие могут быть триггеры разрешения этой ситуации в ту или в другую сторону в 2024 году? Ну, давайте попробуем с обеих сторон. Да. Значит, для России первым таким серьезным триггером, и поэтому так важен этот новый Сталинград, будет успех битвы за Донбасс. Причем не судьба конкретного Бахмута, Артемовска, а как бы судьба этой битвы в целом. Потому что есть серьезные основания полагать, что даже успех во взятии Бахмута, он практически мало что решает в этой общей битве за Донбасс. То есть удается или не удается России совершить нечто вроде брусиловского прорыва нашего времени. Если выясняется, что либо вообще его даже начать нет условий, а такое возможно, потому что когда трезвый анализ... Я уверен, что сегодня со стороны Путина и администрации президента на военных оказывается достаточно серьезное давление для того, чтобы они положили на стол верховного главнокомандующего план победы. Думаю, что Герасимов отвечает Путину не публично, приблизительно так же, как заложено отвечает публично в своих интервью. Дайте мне необходимый ресурс, рычаг, и я переверну мир, пардон, Украину. Соответственно, там идет торг, сколько нужно ресурсов и какой хороший план могут дать. То есть, первое, если условно говоря выяснится, что либо это наступление в принципе после всех расчетов оказывается настолько авантюрным, что оно невозможно, и мы оказываемся, скажем так, в середине лета ровно в той точке, в которой мы находимся сегодня, либо что еще хуже, это наступление может оказаться неуспешным, это будет серьезным триггером. Вторым, то есть триггером, ну, что-то думать, куда-то двигаться. Вторым триггером со стороны России, естественно, является открытие второго внутреннего фронта, то есть сосредоточившись на угрозе со стороны либерально-демократической оппозиции, практически нивелировав как бы в режиме здесь и сейчас влияния движения Навального, решив проблему с борьбой коррупции, у нас теперь осталось столько коррупции, борьбы уже нету. То есть они, казалось бы, чувствуют себя очень стабильно и вдруг выясняется, что на крайнем правом фланге со стороны Новоявлова Куришкевичей открывается новая битва. И уже их самих зачисляют в коллективные иноагенты шестую колонну и выдвигают требования всеобщей городской военной мобилизации, то есть которым они, очевидно, не готовы. То есть если это напряжение будет нарастать, то надо будет принимать какие-то политические решения для того, чтобы расправиться с этим движением. Ну, инструментарий, положим, для этого есть, для того, чтобы, так сказать, нивелировать угрозу с правой, идут зачистки военкоров периодически. Да, да, и да, технически, технически, как сказано в одном классическом голливудском фильме, если чему-то научила нас история, то только тому, что убить можно кого угодно и когда угодно, технически это, конечно, решение есть. Но вот есть какая загвоздка. Загвоздка состоит в том, что опора на вот это движение, она, собственно, и позволила вести страну вот в эту вот патриотическую кому. Вот есть искусственная кома, в которую вводят человека, когда он болен коронавирусом, а когда страна больна революцией, его вводят вот в такую искусственную патриотическую кому. И в эту искусственную патриотическую кому нельзя ввести было общество, опираясь только на вот эти труды методологов и, так сказать, высосанные из пальца прожекты синктенков администрации президента. Понимаете, они все были правильные, но суха теория «мой друг», а древо жизни где-то рядом зеленеет. поэтому эмоциональной составляющей у всего этого новорусского мира ее не было. Ее позаимствовали. Они ее позаимствовали так же, как Владимир Ленин, прости Господи, сперни побрезговал программу СР для того, чтобы добиться поддержки крестьянства тактической на этапе совершения своей революции. Точно так же администрация президента сперла не побрезговала радикальную программу вот этих самых одержимых. И за счет этого она наполнила чувственным, эмоциональным элементом абсолютно циничные и прожектерские свои планы, которые бы сдохли, просто бы не пережив одного-двух дней реализации, если бы под них не подложили вот эту подъемную силу. Патриотическое, да, духоподъемное движение. Газ накачали, да. Можно ли перестрелять стрелковых? Ну, господи, вот еще пришло сообщение о том, что директора института криминалистики ФСБ уволили, думаю, за неэффективность. Значит, поставят нового более эффективного, который не будет ошибаться с дозировками. Но вопрос в том, что а что делать с этой подъемной силой? Ведь она уйдет, понимаете? Она уйдет, произойдет расчленение эмоционального иррационального элемента, который, собственно, и дало этот эффект гипноза. Это все равно, что, как нелюбимый тебе Али Пугачевой, придется им лететь на одном крыле. Без тебя, любимого патриотического движения, они ранены. и лететь на одном крыле не очень удобно. Да, что все-таки запасы пассионарности российского общества не столь велики, ни как в 17-м году, ни как в арабских революциях. И поэтому здесь с ними расправиться. А дальше, понимаете, идет что? Вот какая была, вот какая дистанция была между празднованием 300-летия помпезным семьи Романовых в 13-м году? То есть я думаю, что это топ единения власти народа вообще в истории России. И в 16-м году распространение по всей стране похабных карикатур, то есть основной такой вещи, которая дезавуировала на самом деле в глазах населения, которая шибко не разбиралась, кто там левый, кто там правый. И будучи антисемитским по своей природе, как тогда и сейчас, в общем, всех не любила. Но вот карикатуры с Распутиным и немкой царицей, предательницей и царем, по сути, как бы предателем, это вот то, что народ, конечно, очень силы поднимало, и поэтому собственно говоря революция произошла вообще как хлопок, потому что к этому моменту уже десакрализация власти произошла. Ну да, внутренняя, да. Сакрализация исчез. Сакрализация войны. То, что вы говорите, это состязание воль, причем трех воль, да, воли Украины, воли России, или скорее путинской элиты, и воли Запада. Да, и тот момент, когда, а воли Украины, по-вашему, ее хватит? Да. И там есть свои факторы, и для Запада, и для Украины. Для Украины развивающийся внутриполитический кризис, который связан с той же пресловутой коррупцией, с моей точки зрения, является для власти Зеленского не меньшей угрозой, чем наступление русских на Донбассе. Понимаете, мы видим, что в Украине после какого-то года единения сейчас выяснилось, что, в общем, это единение не тотальное. и сейчас власть пытается срочно на какой-то запрос отреагировать, проводя в таком раннепутинском духе массовые публичные обыски, аресты. Очевидно, будут принесены в жертву Коломойск и Аваков. То есть будет поможет ли, не знаю. Но это серьезная угроза, это серьезный фактор такое же изменение отношения. То есть это не изменит отношение к России на десятилетие, если не на столетие. Она была и останется стратегическим врагом и главной причиной всех бед. Но может так случиться, что к своим тоже начнут относиться не шибко хорошо. Понятно. Это факт. Владимир, да, к сожалению, наше время здесь подошло к концу, так что я думаю, что еще не последний раз встречаемся, а поговорим. Я хочу поблагодарить нашего гостя Владимира Пастухова, политолога, приглашенного исследователя University College London и отдельно поблагодарить за картинку за его спиной, на которой изображена женщина, едущая на велосипеде. Чудесная картинка, как говорил Герберт Уэллс, когда я вижу взрослого человека, едущего на велосипеде, я спокоен за человечество. Я лично не спокоен за человечество в начале 2023 года, особенно учитывая, что говорил Владимир Пастухов. Но вот в этом вот столкновении воль, в этом лобовом столкновении между Россией, главных действующих сил здесь, поддержка Запада, мне кажется, что воля Украины, по крайней мере, по итогам этого года войны, показала себя достаточно твердой, несокрушимой, и она преодолеет и перемолит эту угрозу для человечества. Это была программа «Археология», специальное интервью. В гостях был Владимир Пастухов, меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами, Радио Свобода и телеканал «Настоящее время».